Слава Христу! Потому что в нашей жизни Он делал очень много доброго и Он не остановился на том, что Он сделал в нашей жизни. Он будет дальше продолжать делать добро, потому что Бог – это Его суть. Он всегда хочет помогать. Он хочет помогать всем. Но, вы знаете, не все люди принимают Его помощь. И сегодня я хотел бы напомнить в Библии несколько мест, где люди просто отвергают Бога. И хотелось бы поговорить по некоторым причинам, почему это происходит. И мы знаем, что и в нашей жизни бывало так, когда мы отвергали Божью помощь, но Он имел терпение. Он имел долгое терпение на нас. И потом проходило другое время, и Он все-таки помогал нам. И Он все-таки участвовал в нашей жизни. И я знаю, что будет еще много моментов в нашей жизни, где мы можем сами. Просто Он всегда хочет помочь. Но иногда может быть такие причины, что Его помощь не придет вовремя. Или мы не получим Его помощь, потому что на это есть некоторые причины. И вот об этих причинах мне хочется сегодня говорить. Я сам вижу такую картину, что мы люди верующие, мы христиане, мы призваны здесь, на этой земле, проповедовать. Я смотрю, что многие из нас останавливаются проповедовать, потому что соприкасаются с тем, что кто-то их не слушает. Что встречают людей, которые ты говоришь о Боге. И этот человек отвергает и тебя, и Бога, и может даже поносит Бога, и тебя, и есть много всяких причин. И вы знаете, мы люди, мы иногда спотыкаемся над этим, и мы останавливаемся, и перестаем проповедовать, перестаем свидетельствовать. Но я хочу просто показать, что Бог, Он не останавливается. Хотя люди Его отвергают, хотя люди Его, можно сказать, противятся Ему, но Он все равно стучит в сердце. Написано, что я сестаю и стучу, и кто отворит, с тем буду иметь вечерю. Видите ли, Бог у нас такой, Он такой, что Он стучит, но зависит от человека открыть сердце. Зависит от человека. У человека есть такое, как сказать, его должно быть желание, чтобы Бог вошел в его сердце, в его жизнь, чтобы он вошел в его обстоятельства, чтобы пришла помощь. Это зависит от человека. Хотя Бог сильно хочет помочь. Бог жаждет помочь человеку. Но если человек не откроет свое сердце, если человек не доверится Богу, помощь не придет. И вот я хочу просто нам всем напомнить в учениках, как они, что Бог им говорил делать, и просто порассуждать о тех причинах, почему люди не хотят слышать Слово Божие. И это Матфея, 10 глава. Я прочитаю из двух книг, все в обеих, в 10 главах написано. И Матфея и Лука писали об одном и том же, как бы, месте, немножко разными словами. И я хочу, чтобы мы сегодня это, как бы, немножко остановились на этом и подумали. Тут такая есть картина, 10 глава, сначала, начинается так. «Призвал двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Ну, я не буду перечислять их ни на имена, мы все их знаем. Тут в пятом стишке написано. «На этих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите на патче погибшим овцам дома Израилева. Хотя же проповедуйте, что приближилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди, ни пояса, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому этому. А если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам вероозвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно, истинно говорю, отраднее будет земле Гоморской и Содомской в день суда, нежели городу тому. И вот я посылаю вас, как овец среди волков, так будьте же мудры, как змеи, и просты, как голуби. И теперь Лука пишет то же самое примерно, но немножко как бы другими словами. Тоже 10 глава Луки. Написаны такие слова. «После всего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда хотел идти сам. Сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господа жатвы, чтобы послал деятелей жатву свою. Идите, я посылаю вас, как анцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, никакую дорогу, не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому этому. А если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш. Если нет, то к вам возвратится. В дом же тот оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть. Ибо трудящийся достой награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. А если придете в какой город и примят вас, ешьте, что вам предложат. Исцеляйте находящихся в них больных. Говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Если же придет в какой город и не примут вас, то вышедшие на улицу скажите. И прах, прилипшись к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако, знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. И так далее. Ну, примерно, я думаю, эти два места говорят об одном и том же случае. Хотя там в одном месте это было 12, в другом еще 70. Но я представляю такую картину, что это где-то 82 человека. Наш Иисус Христос посылает по Израилю. Израиль, вы знаете, небольшая страна. Я когда жил в Крыму, это Крым, примерно территория. Я мог объехать за один день в любой конец этого полуострова. И я представляю, что Израиль тоже небольшой. И даже пешком за 2-3-4 дня можно с одного конца в другой прийти. И я представляю, он послал, написано, по двое. То есть это где-то, если это было 82 человека, то 41 место сразу. И написано, что они ходили из города в город, из селения в селение. То я представляю, что они очень много места обошли и многим проповедовали. И я представляю, что это было как большое пробуждение. Большая такая, знаете, они готовились, их Бог учил, дал им власть, дал им силу, дал им помазание. Он дал им, сделал все, сказал, о чем говорить. Сказал, говорить, чтобы приблизилось Царство Божие, говорить хорошие вещи. Это люди были готовы. И это была мощная такая волна пробуждения по Израилю. Я представляю, что многие услышали об этой доброй вести, многие приняли. И я просто здесь так это кратко описывается. Но знаете, когда начинаешь читать и представлять, что там происходило, это происходило что-то очень великое и очень сильное. Но тут говорится, знаете, он их сразу наставляет. Он им сразу говорит, что не все будут вас слушать. Не все примут эту добрую весть. Не все отнесутся к вам хорошо. И он примерно знал, потому что к нему так относились. Он примерно знал, что когда он проповедовал, когда он свидетельствовал, когда он делал чудеса, когда он помогал людям, против него многие восставали, против него многие противились его словам, его делам. Многим не нравилось, что он делает. И поэтому, когда он готовил своих учеников, он наставлял их, и он знал, что с ними точно так же будет, чтобы они не разочаровывались. И тут, знаете, моменты есть такие, говорит, отрисите прах, если вас не приняли. И даже тут Лука говорит, скажите им, что мы отрисаем прах. То есть прах это вот те вещи, которые, знаете, вас обидели, унизили. Я смотрю, вот среди нас кто-то думает, ну, эти все истории, она была там в те века. Да, это для тех людей, это просто как история, как описывается, как будто бы, ну, это произошло. Но вы знаете, я смотрю, это работает в нашей жизни. Если нас кто-то не принял, нас кто-то унизил, нас кто-то обидел, нужно вот эти все обиду, вот эти все нехорошие вещи, которые он нам причинил, просто сотрясти, просто оставить в том же месте и не переносить эту обиду, не переносить эту проблему, куда мы идем дальше. Понимаете, я смотрю, некоторые христиане сегодня с кем-то там поссорились, с кем-то там поругались, где-то их не так восприняли. И вы знаете, остается это обида, остается это как бы грех такой. И человек думает дальше идти, дальше пропобедовать о Христе, дальше продолжать свою жизнь, но это не работает. Тут Христос явно учит учеников, говорит, отрисите это все. Этим людям будет еще хуже за то, что они вас не приняли, за то, что они к вам плохо отнеслись. Дайте вот это их прах, вот это все, что они там на вас сказали, отдайте это им, пускай это остается им, не берите это с собой, чтобы оно не прилипло к вам, чтобы вы с этим дальше не шли. И Христос очень хорошо наставляет их, и это очень нужно нам, знаете. Он очень много здесь хороших наставлений говорит. И представляете, вот я представляю, что они ходили, написано, что они потом вернулись, сильно радовались, что бесы повинуются им, что сила Божия действует, что исцеление происходит. Но он им говорит, не радуйтесь, говорит, что вам бесы повинуются, что у вас так все хорошо. Радуйтесь, что ваши имена записаны на небе. И я вот смотрю, что написано, проповедуют другим, как бы самому не остаться недостойным. Многие из нас, которые пытаются проповедовать, если мы не будем внимательны к учению Христа, как нужно проповедовать, как нужно относиться к тем, которые восстают против тебя, которые не слушают тебя, которые, может, унижают тебя, которые не почитают тебя. Очень важно относиться правильно, иначе мы сами можем, проповедуя, потом прийти и будем не в должном состоянии, на нас будет вот этот прах. Мы носили эти обиды, мы носили эти болезни с собой, с места на место, и Божье Слово, оно порочилось, и даже люди соблазнялись по нам. Вы знаете, я хочу так, первая как бы причина, что люди не хотят слушать, это то, что они могут нас знать, они думают, что они нас знают. Давайте вспомним, что когда Христос пришел в ту местность, где Он вырастал, где Он жил, и все говорили, да мы знаем Его, это же Сын Плотника, мы знаем Его сестер, братьев, Его родителей, кто Он такой, что Он тут нам рассказывает. Вы знаете, иногда вот так люди, я лично часто сталкивался, мне говорят, а мы Тебя знаем, мы знаем Твоих родителей, мы знаем Твоих братьев, мы там все про Тебя знаем, что ты нам такое говоришь. И приходит неверие, они как бы люди, они притыкаются на том, что они думают, что они все знают, но они Его не знали, они не знали самого главного, что Он Сын Божий. Вы знаете, самое главное, я иногда смотрю такие моменты, что вот даже бесы знали, кто Он есть. Вы знаете, когда Христос встречался с бесами, я извиняюсь, что тут дети, но нам надо говорить об этом, потому что это Писание говорит. Наша главная задача изгонять бесов. Вот тут написано было, если вы внимательно слушали меня, первое, что Он им сказал, что Он дал им власть над нечистыми духами. Самое первое, что Он это им дал, это власть над нечистыми духами. Вот я бы, как сказать, хотел бы это обойти стороной, хотел бы об этом не говорить, но это очень важно. Мы должны знать, что мы делаем дело с нечистыми духами, что, во-первых, нечистые духи не хотят, чтобы нас кто-то слышал, чтобы нас кто-то слушал. Вы знаете, что самое главное у нечистых духов, проблема против христиан, это им нужно сделать, чтобы нас никто не слушал. Им нужно сделать, чтобы у нас ничего не получалось. Им нужно сделать, чтобы не было пробуждения. Они все пытаются остановить, затормозить, и это главная их задача. Они не могут, допустим, нас уже как бы войти в нас, в нашу жизнь, потому что мы дети Божьи, мы знаем Иисуса Христа, мы принимаем Его кровь. Но вокруг люди, которые не понимают, как нечистые духи входят. Вы знаете, я такие некоторые примеры могу сказать, даже можно сказать жизни ближних людей, там такой распространенный пример, как можно открыть место нечистым духам в своей жизни. Любой человек, даже, к сожалению, уже крещенный духом святым, может сделать такую ошибку. Вы знаете, вот как человек, говорят, ехал после работы, на работе было много проблем, много тяжелый день был, и он ехал, попал в трафик, и там ему было сложно сидеть, кондишен не работал, и он очень сильно мучился, уставший, приехал домой, и тут дети кричат, жена не все так сделала, беспорядок, и он начинает выходить из себя и кричать, потому что ему очень плохо. И вы знаете, когда он кричит, когда он выходит из себя, в него заходит зло, заходит зло, и потом приходит другой такой день, и третий день, и он уже считает нормальным кричать, выходить из себя, и вы знаете, уже написано не он это делает, а живущий в нем грех, и в нем вошел в него грех, он дал ему место, и потом он уже считает, что это он такой, он считает, что это такой он. Но вы знаете, вот этот нечистый дух, он один не заходит, он зайдет один, но он потом зовет своих друзей, зовет всяких других вещей плохих в жизни этого человека. И потом человек живет, живет, он становится еще хуже и хуже, начинает презирать других людей, унижать других людей. И сам иногда удивляется, думаю, почему я так ненавижу этого моего брата, почему я так к нему плохо отношусь, почему я так про него плохо говорю, почему я не могу его принять, почему не могу полюбить его, почему не могу простить ему, потому что там уже сидит очень много всякого нехорошего в человеке. И это всякое нехорошее, оно мешает, мешает любить других людей, мешает воспринимать их такие, как они есть, мешает им прощать. И вы знаете, человек не зная того самого себе там внутри, у него же другая личность. Эти нечистые духи это личности, это живые существа, и они контролируют жизнь человека. И это большая проблема, и человек не хочет слышать Бога, не хочет слышать и понимать Бога, и принимать Бога. И к нему Бог обращается, в собрании может сегодня сейчас он обращается к тебе и ко мне, может сейчас он говорит, но вы знаете, сердце может быть закрыто. Почему? Потому что там сидит другой дух, и он закрывает уши человека, закрывает глаза человека. И Христос говорил, говорит, вы имеете уши, вы имеете глаза, но вы не слышите. Вы знаете, меня удивляет, конечно, в Библии, но это Библия говорит, Христос говорит к уверующим в Него иудеям, говорит, познайте истину, и она сделает вас свободными. Они не видели, что они заняты нечистыми духами, они говорят, мы не были никому рабами, мы свободны. И потом они так возмутились, что они, помните, хотели его убить. Они полностью хотели его убить. Это уже не они хотели убить, но тот, кто жил в них, тот, кто жил в них, они его не видели, того, кто в них жил. Они не замечали этого нечистого, который жил внутри их. Они думали, что это нормально, но в один момент, я думаю, они удивили сами себя, они хотели убить того человека, в которого поверили. Буквально через несколько времени, когда он начал им говорить правду, когда он начал говорить им истину, эта истина, она возмутила их, она разозлила их. И в Библии есть очень много примеров. Вы знаете, второе, как бы, я считаю, это я уже, ну, немножко переговорил, но второе положение, это когда положение учителя, они смотрят, но они выше, чем учитель. Вы знаете, иногда вот мешает людям, когда они смотрят на наше положение, они смотрят, допустим, мы не имеем высокого положения, высокого звания. Сама Библия говорит, посмотрите, кто вы, что мы не имеем особых знаний, мы не мэры города, мы не президенты, мы не какие-то властители в этом мире, мы простые люди. И на многие из нас из глубоких деревней, многие из нас без образования, без особого воспитания, но Бог избрал нас, Бог избрал нас проповедовать. И это не важно, кто мы есть, не важно, какое у нас положение, Бог хочет, чтобы мы говорили о нем, чтобы мы свидетельствовали. В каждом месте, где мы находимся, Бог хочет употреблять нас. Но знаете, люди выше положения, во время Христа были такие учителя, были такие великие, они ходили в таких одеждах, люди им почитали их, люди их уважали. Они были священники, левиты, им было очень трудно слушать Христа. Им очень трудно было слушать Христа, они соблазнялись о нем, они думали, ну что он такого особенного, откуда он взялся, с какой школы он вышел, откуда он знает что, почему именно он. И понимаете, это служило соблазном. И мы точно 100% встретим в этой жизни людей, которые будут выше нас, которые будут грамотнее нас. И они внутри скажут себе, я закончил 5 школ, я имею 3 колледжа, а ты кто такой, что ты мне хочешь что-то рассказать. И вы знаете, эти люди сами закроют себе уши, сами закроют себе глаза, потому что они думают, что кто-то очень сильно ученый, очень сильно умный должен обращаться с ними. Они хотят, чтобы с ними на таком же уровне разговаривали, которого они достигли. И это просто обман, это их обманывает сатана, обманывает лукавый, вы знаете. Это есть большая проблема. Люди могут также соблазняться. Люди могут соблазняться, что мы не так себя ведем, не так одеваемся. Вы знаете, могут ли соблазняться, это одна из причин. На Христе соблазнялись. Он не так руки там, ученики не помыли руки. Вот они там покушали в субботу. Они там то сделали, на нем только смотрели, и на нем притыкались и соблазнялись. И вы знаете, на нас тоже смотрят. На нас смотрят даже наши братья и сестры, могут соблазниться о нас. И это может быть большая причина. Мы должны знать и видеть эти причины. Мы должны понимать и прощать нашим братьям и сестрам. Если мы не так оделись, мы не так встали, не так пошли. У них это как бы преграда. Есть у людей преграда. Вот эта праведность такая, вы знаете, особая одежда, особые виды служения. И люди внимательно смотрят над этим. Вот если мы не так себя ведем, они скажут, о, мы не будем принимать то, что Он говорит. Еще очень много-много есть причин. И мне нравится, что Христос, Он открывает это все. Что в Слове Божьем это все говорится. Но я просто хочу сказать всем нам, дорогие друзья и сестры, братья, не останавливайтесь, если люди вас не слышат, если люди вас не понимают. Идите в другой город, идите в другое селение, отряхивайте этот мусор. Вот это что там прилипло к вам, что вот эта обида, вот это, знаете, храните свой мир. Написано, Он должен быть в нас. И наш мир останется в нас. Самое важное хранить свой мир, но не останавливаться. Нужно ходить. Дорогие друзья, вот я не хвалюсь, но вот через две недели мы будем показывать видео. Я уже это видео видел. Спасибо людям, кто его сделал. Я благодарен Господу. Мы хотели показать немножко, что духовно там происходит в Мексике. Какие вещи происходят. И вы знаете, я в видео увидел несколько людей, которые глубоко сокрушены, плачут, рыдают, прикрывают себя от слез, в большом, в большом помазании Божьем, присутствии Божьем, находятся там в Мексике, принимают ту истину, которую мы проповедовали. И мне стало очень приятно, что мы не зря туда ехали, не зря туда ходили. Мы там нашли людей, которые нас слышали, которые нас услышали, и которые приняли эту благую весть, которую мы им хотели передать. И меня наполнила радость, дорогие друзья. Я не могу передать эту радость, когда не тебя принимают, а Христа. Не твою там добрую весть, а весть спасения. И эти люди приняли, они приняли эту весть. И меня просто радуется моя внутренность, что это происходит, дорогие друзья. Мы это делаем, мы проповедуем, мы ходим. Да, там встречаются тоже люди, которые не хотят слушать. Я знаю, что мы пойдем в другой город, третий город, где нас будут принимать и будут слушать. И благая весть будет распространяться. И мы будем делать то же, что делали ученики. Они ходили и распространяли, и говорили, что Царствие Божие приблизилось вам. И вы знаете, тут интересный момент, я уже в конце хочу сказать, что даже те, которые не принимали, Христос говорит, «Сказываю вам, говорите им, что и к вам приблизилось Царствие Божие». Вы знаете, и даже когда мы говорим людям, они нас не слушают, они не слышат. Это очередной стук Бога в их сердце. Это очередной стук к ним, и это не пройдет просто так. Придет момент. Это Царствие Божие приблизилось к ним. Это не мы пошли к ним, рассказали о Боге. Это Дух Божий послал нас. Это Божий план. Даже если они не хотят слушать, это Божий план. Дай аминь, чтобы мы должны были им сказать. Даже если они отвергают истину, они не хотят тебя слушать, они тебя не уважают, они тебя не почитают, они находят тысячу причин, чтобы тебя не слышать, но ты знай, что это Божий план, что ты должен сказать. Бог говорит, говорите вовремя и не вовремя. Почему? Потому что Божье Царство приблизилось к этому человеку. Это такой Божий план. Давайте не будем останавливаться, дорогие друзья, и с дерзновением продолжать делать то, что делали ученики Господни. Аминь. Помолимся.